Здравствуйте, дорогие зрители! Снова с вами встречаемся на канале Заметки Нумизмата и по вашим просьбам сегодня начинаем рассказы про монеты, начеканенные для Финляндии в составе России. Русско-финские монеты, чеканки и сенфоргского монетного двора, современный город Хельсинки. Вспомнив чуть-чуть историю, напомню, что после войны 1808-1809 года, разгрома Швеции, территория современной Фринляндии, вошла в состав Российской империи. Вошла причем на особом статусе, по сути, как отдельное будущее финское государство. Именно российские императоры таким образом приложили основные и главные усилия для того, чтобы финская нация и эта территория стала именно государством, чего никогда раньше не было в истории финнов. Ну а уже при государе Александре Втором были начаты действия, именно направленные на приобретение постепенной автономии, как зачатка будущей государственности. То есть, как не покажется странным, российская власть и российская корона на протяжении многих десятилетий, ну, можно сказать, более чем сто лет, фактически создавала будущую финскую государственность, хоть вроде бы, на первый взгляд, это кажется и странным для империи. И как один из элементов будущей государственности было принято решение в середине 60-х годов XIX века начать чеканку для Фринляндии специальных монет. Я думаю, в других передачах мы еще этого не раз коснемся. Соответственно, чеканились монеты мелких номиналов, пенни, в меде, в серебре, марки в серебре, и, наконец, золотые монеты, также марки номиналов 10 и 20 марок. Причем, важно подчеркнуть, что с самого начала эти монеты чеканились по стандартам Латинского денежного союза. В отличие от монет Российской империи, именно монеты для Фринляндии сразу производились в золоте 900-й пробы, что соответствовало стандарту Латинского денежного союза и соответствовали весовым параметрам Латинского денежного союза. Максимальный номинал был 20 марок, и эти 20 марок точности соответствуют по весу пробе размером 20 франкам, также как лирам, песо, песетам и так далее. То есть, денежным золотым теницам Латинского денежного союза. Ну, а 10 марок является, соответственно, меньшим номиналом половинкой, также, соответственно, как и в странах Латинского денежного союза, кроме 20 франков и больших номиналов, используя 10 франков и 5 франков. Но в Финляндии остановились на двух номиналах, 20 и 10. То есть, вероятная цель чеканки этих монет не столько обращения, так как в обращении все равно, конечно, ходили обыкновенные российские монеты, рубли и копейки, а больше для международного престижа. Таким образом, официальные делегации или представители Финляндии при императорском дворе в Европе могли использовать для каких-то целей свою собственную монету, причем соответствующую монетам Латинского союза. Этакий вход в Евросоюз того времени. Ведь именно Единый союз европейских государств и задумывал изначально Наполеон Бонапарт. Чеканка золотой монеты для Финляндии на гельсифонском монетном дворе началась с 1878 года. Таким образом, первый год у нас на золотых монетах именно 1878 в обоих номиналах и 20 марок, и 10 марок. Этот год, как первый год чеканки, встречается несколько реже, отмечен на редкостью и особенно, конечно, востребован в высоком состоянии для коллекции очень желательным. Также значительные тиражи чеканились уже при Николае II, последнем Российском императоре. Но в первую очередь касается 20 марочников, которые чеканились различных годов. Соответственно, это 1903, 1904, 1912, 1913, 1910. Десяти марочники чеканились гораздо меньшим тиражом и, соответственно, в основном, это малотиражные монеты 1904 и 1905 года. Более-менее крупный тираж – это 1913, последний, собственно, год чеканки российских золотых монет, во всяком случае официально. То есть последняя золотая монета, датированная, начеканена в Российской империи именно на Гельсенфорском монетном дворе в 1913 году. На этом и заканчивается чеканка не только золотых монет в Финляндии в составе Российской империи, но и российских золотых монет императорской России вообще. Специально рядом я положил 5-рублевик полуимпериал Александра III. И обратите внимание, что полуимпериал, исполненный тоже по стандарту монет Латинского Союза, имеющий вес 6,45 грамма, так же, как 20 франков французских, равен по размеру, весу и пробе 20 финским маркам. Ну а 10 марок представляют собой, как я уже раньше говорил, половинки от полноценных 20-ти марочных монет. Наибольшие тиражи, как я уже сказал, были при Александре II и при Николае II. А вот при Александре III за годы его управления, хотя монеты на Гельсенфорском монетном дворе чеканились, но золотые монеты пускались лишь в нескольких годах. Ну вот в данном случае монета 1882 года, год переходный. Александр III еще не коронован, как император всероссийский, это произойдет только через год, но в этом году, 1882, несомненно, в России правит именно Александр III. Вот, соответственно, эти 10 марок относятся ко времени его правления. А то, что касается 20 марок, то периоды правления Александра III, они представлены годом 1891. Монета довольно редкая, довольно востребованная, но если вы хотите в своих коллекции иметь монеты для русской Финляндии, всех трех русских императоров, при которых они чеканились, то есть Александра II, Александра III и Николая II, то вам придется найти, приобрести и положить в коллекцию 20 марок именно 1891 года. Я думаю, про русско-финские монеты мы еще неоднократно поговорим. Спасибо, задавайте ваши вопросы, ждем вас на нашем канале. Субтитры сделал DimaTorzok